Тыдень тому макеевское лесництво перетворилось в плантацию по сбору берозового соку. Правда, кроме специалистов установки, в лес накировались и приватные нарыхтовщики. У многих гоях можно найти их нехитрое простасование. Многие в погоне за властной корыстью наносят шкоду природе, хоть потребования лесного кодекса простые и выканальные. Берозу выбирают по толщине и взрослому. Ей должно быть не меньше 65 лет, а диаметр должен превышать 20 см. Например, тут заденешься на амаль 90 таких древ, корыстный напой, капая у специальные пакеты. Удень отремливается собрать до 900 литров. Сбор соку иди по всех правилах. Зарез не должен превышать, если бензопилой делается зарез, он должен не превышать 4 см глубину. В данном случае береза подсочена, клинок вставлен, запил сделан, привязываем мешок и ждем, пока сок натечет. А отримать информацию об участках леса, где растут продатные древы, можно в лесгасах и лесництвах. Чтобы на их территорию сбирать сок, необходимо звернуться в этой установке с пашпортом и написать заяву. По правилам заготовки второстепенных лесных ресурсов, березовый сок заготавливается только в тех участках, в тех выделах, которые назначены в рубку в будущем. Просто все же наносится какая-то порча дереву, потом в эту же прорезь может попасть грибок какой-то, и дерево будет болеть, в конечном итоге оно высохнет. Поэтому используем только те выдела, которые будут в рубке потом. За порушение правил предугледженных штраф до 20 базовых величин. Работники Державной лесной охоты ведут строгий контроль. В этом им допомогают фотопастки. Их в гомельских лесах около 200, и место размещения периодично меняют. Дякую, что этому затриманы уже двое порушальников, або два в гомельском районе. До речи, купить лесництву уже собранный сок не только больше правильно с пункта угледжения закона, а и танна. Один литр каштует 13 копеек. Этой махчимостю уже скоростались многие жахары в области и набыли у лесництва хамаль 60 тонн соку. А это, прикладно, 12 процентов от достижения объема, собранного на гомельщине в этом сезоне. Приехал первый раз. Считаю, что лучше купить сок, чем платить штраф, портить деревья. Взял бы 60 литров для детей самому пить. Будем закрывать в банке. Остатние литры отправляются на заводы. Увагуле в минулом году на гомельщине нарахтовали 1070 тонн. Все лето плануется собрать на 200 тонн больше. Правда, в этом выпадке работники лесгаса уробят оховорку. Зробить их это отримается при сприяльных умовах на дворье. По попередних прогнозах сезон завершится у початку красавика. Ганна Ковалева, Максим Славин, Телерадо, компания «Гомель».